Здесь очень важно понимать, что человек, который не любит жизнь, или он жалуется, или он претензии предъявляет, или может упрекать, или есть люди, которые говорят, ну вот я вот хочу, но у меня нет возможности. Я вот хочу там улучшить доход, я хочу повысить свое сознание, даже такие термины употребляют, но у меня нет возможности. Это люди фактически витимизированы тем, что у них нет отношений любви, они унаследовали эти отношения, потому что человек, который любит жизнь, но не находит возможности, он говорит, я не люблю настолько, и я могу допустить вот эту неверность, потому что отношения любви, они не предполагают, они знают, что возможности для всего всегда есть. И одной как раз самой такой полной, именно и распространяющей на все сферы жизни тоже является нераскрытие своего потенциала. Это то же самое прелюбодеяние, когда человек не раскрывает своих талантов, не раскрывает своих способностей, но он воздействует, типа того, я хочу мужу помочь, я хочу детям помочь, или муж говорит, я хочу, чтобы у меня жена занималась, и я делаю все, чтобы у моей жены или у моего мужа было все. То есть, когда человек считает, что он кому-то способствует, но своих талантов не раскрывает, это тоже отношение неверности к жизни, которую человек унаследовал, и точно так же делает глубокую запись в генетическом коде своих потомков. Это форма, которая виктимизирует сознание. И вот есть люди, допустим, которые не хотели жить или хотели совершить суицид, были попытки, то у них вот это прелюбодеяние, которое было у предков, отношение неверности, они во всех сферах жизнедеятельности человека присутствуют и будут присутствовать до тех пор, пока человек не захочет сознательно девиктимизировать сознание. Потому что, когда человек не любит жизнь, он, значит, его ненавидит. И, значит, он уже дает согласие заранее, если он не любит жизнь и хочет умереть, он заранее дает согласие сознательно, бессознательно на то, чтобы он подвергался разрушительным состояниям, болезням, краху в бизнесе, в семейной жизни, в любви. То есть во всех отношениях, где бы он ни вступал.